всем привет дорогие друзья решила посмотреть как выглядят черенки моей крупнолисной гортензии вот такие уже они хорошенькие стоит кстати можно понять дали корешочки они или нет потому что они начинают расти смотрите вот маленькая здесь корешочков пока нет а вот побольше хотя они все были одного размера здесь корешочки у нас появились как воздушные так и внутренние корешочки так где-то может быть и не видно но они возможно есть сейчас мы с вами вместе посмотрим вот тут у нас воздушный корешочек появился воздушный корешочек появляется от того что влажность у нас в боксе не такие боксы там они стать сто процентов влажности кстати вот если вы такое вот есть вот листочки просто убираем ничего страшного подспрели друг на друге листочки лежали ничего страшного если например вот такое вот вот тоже просто обрежем так вот обрежу вот и все если он потом пойдет желтеть можно будет просто убрать и обратите внимание то что вот тут у нас есть цветочная . я не убираю когда ставлю гортензии не убираю они все равно хорошо укореняется вот цветочная почка то есть эти гортене уже в этом году у нас будут свести не в этом году прям уже скоро скоро может быть видели в магазинах даже продается в литровом горшочке один одна веточка небольшая большая шляпочка вот это будет тоже самое ну можно также прищипнуть она пойдет ветвиться но крупнолистной гортензии хорошо дает поросли поэтому я редко когда прищипываю оставляю делать так так давайте посмотрим вот здесь не интересно есть корешочек или нет корешочки так вот обо мнем стаканчик чтобы не тянуть есть есть корешочки скорее всего они там есть чтобы их не порвать да вот они корешочки вот их видно не буду штрепать сейчас фокус на виду вот они корешочки их видно ну думаю что они уже все мы все они у меня с корешочками такой здесь вот у него там воздушный корешочек так вот еще пока не видно попробуем фокус на видео еще на одном посмотрим вот они только-только появляются наши корешочки малюсенькие так обратно засуну так ну все корешочки у нас в принципе уже появились пока они у нас без корней то есть пока мы их выращиваем с вами у меня это торф нейтральный я почему-то всегда привыкла в нейтральным торфе выращивать в торф нейтральный не надо ему никакого питания ничего сейчас у нас появились корешочки нам надо корневую нарастить еще больше мы с вами поможем не буду пока трогать это у меня 100 граммовый стаканчики не буду пока трогать черенки со 100 граммов стаканчиков потом пересажу в п девятку скорее всего или в 200 граммовый стаканчик на отправку в 200 граммовый стаканчик удобнее отправлять ну и легче сам стаканчик и тоже мы смотрим по тому как у нас она развивается какая у нас корневая а то может быть из надо будет ее срочно перевалить в большой стаканчик что я делаю нам надо сейчас нарастить корневую поэтому я буду поливать монофосфатом калия монофосфат калия по инструкции по инструкции 1 грамм на литр воды но я делаю полграмма на литр воды кто-то не спрашивал как вы отмеряете эти полграмма 2 грамма понятно там 100 грамм 50 грамм удобно у меня есть вот такие вот вот такие вот есть ложечки очень удобные и вот они от такой вот маленькой 1 2 получается два с половиной миллиграмм до половины это у нас будет как раз 1 1 25 и еще чуть меньше вот у нас будет пол грамма очень иду а вот еще вообще маленькой есть вот 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 малюсенько есть вот такие вот удобные очень ложечки мне есть самая большая ложечка здесь посмотрим 15 миллиграмм очень удобные ложечки особенно когда небольшой объем вот этими ложечками черпать удобно так подкормить с вами монофосфатом калия тем самым мы с вами нарастим корневую систему хорош корневой системы когда мы уже будем видеть вот тут вот обовьет у нас стаканчик корешками это будет очень быстро тогда мы с вами уже перевалим сейчас что мы сделал а у меня еще смотрите у меня нет здесь дырочек потому что видите конденсат как скапливается очень много воды и пока что я их не поливаю и дырочки я вот эти вот дренажные отверстия делать так вот убираем делать не буду потом когда уже я начну их поливать я сделаю эти дренажные отверстия чтобы они здесь не уходили и пока что адаптировать тоже не буду когда не будет уже много хороших корней попозже вот видите для чего нужно адаптация попозже я адаптирую вот только вытащила получается воздух сухой и листочки начинают сразу такие вот уж свои вешать влажность хорошая мы сейчас закроем они опять вернутся вот такие вот у нас череночки пересадили после того как пересадили гортензии что метель что что крупнолистный очень любит покушать тогда я дам после пересадки по листу у меня есть плантофол плантофит 20 20 20 то есть все азот фосфор калий пускай они во первых и растут и также корешочки свои будут наращивать и калий то есть чтобы были у нас хорошие вот эти вот побеги и после того как мы с вами их пересадим в больший грунт в больший объем вернее ну можно и в грунт я крупнолистный люблю кошках выращивать так как надо посадить будем подкармливать по очередным монофосфат калий то есть для корешочков потом можно по листу что дать микро макроэлементы что у вас есть фертику можно также дать то есть например сегодня мы кормим в грунт следующий раз мы по листу и так вот чередуем чтобы в грунт у нас было и по лесу было много вопросов подкисляю я грунт прежде чем кормить то что если грунт и не подкисленный то она не усваивает свои питательные элементы я никогда перед этим не подкисляю и прекрасно все она усваивается не знаю может быть я конечно не права но судя по тому какие у меня черенки вернее какие у меня растения все им хватает всем хорошо ни хлороза нет ничего я считаю что это миф опять же если я ошибаюсь значит я ошибаюсь это чисто мое мнение все пускай они пока еще постоят я думаю еще недельку ему уже будем их пересаживать по девятках они сразу после пересадки в хороший вкусный грунт сейчас я полью для корневопризования здесь нет ничего в торфе он пустой и пересажу в хороший вкусный грунт и они еще быстрее начнут расти я их адаптеру и уберу у кого-то под лампами стоят у кого-то в теплицах я уберу в теплицу и еще вопросов тоже много сохнет не кончики сохнут гортензии девочки это от того что сухой воздух в квартире или в доме чтобы этого не было просто закройте крышечкой ничего им не будет там будет влажность хороший пускай не под крышкой стоят но потом когда вы захотите вытаскивайте обязательно адаптируем вот таким вот образом открыли минут 15 потом закрыли на следующий день побольше побольше и в итоге мы адаптируем наши растения и все не можем выносить также можно например пересадить до в побольше горшочки и опять же закрыть чтобы была влажность но любит любит крупнолистная гортензия водичку что не что не говорю но тем не менее все равно не надо лист туда доодорю воды ну держать влажность не пересыхал чтобы грунт наверное сказала все если что-то не сказала пишите обязательно расскажу оставляйте комментарии подписывайтесь на канал всем большое спасибо так поэтому сейчас обратно посадим всем пока пока и красивых цветов